Здравствуйте, девочки и мальчики! Я хочу сегодня показать свой заказ с сайта CN Direct. Этот сайт предоставил снова мне на обзор некоторые продукты, которые я выбирала сама. В этот раз я решила взять несколько мелких предметов, чтобы было разнообразие и не повторяться. И что же я заказала, я вам сейчас покажу в другом ракурсе, поближе, чтобы было все видно и можно было все разглядеть. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной и приятного просмотра! Я сейчас покажу поближе, что же я заказала на сайте CN Direct. Самое главное приобретение было в этот раз это рюкзак. Он выглядит вот так. Рюкзак мне очень понравился. Такие рюкзаки шли в нескольких цветах. Я решила взять нейтральный коричневый, потому что куртка у меня темно-синяя с коричневыми полосками. И поэтому на все времена года мне будет он подходить. Рюкзак понравился чем? Во-первых, у него идет застежка-кнопка. Потом у него идет молния. Молния застегивается хорошо и растегивается прямо до краев. То есть открывается он прекрасно. Достаточно широкое дно. Не знаю, видно или нет. И вот здесь вот есть боковой карман на молнию. Также в рюкзаке вот здесь вот есть потайная молния и кармашек. Просто так в кармашек не залезьте. Тут потому что есть такая, нависает, как бы кожаная подкладочка. Понравился мне очень рюкзак. Смотрится хорошо. Вот такой вид сбоку. Боковые кармашки с двух сторон. То есть очень удобно с двух сторон. Фурнитура сделана достаточно дешевая, поэтому я ее буду покрывать бесцветным лаком, чтобы она не испортилась. В основном рюкзак смотрится просто замечательно. Тут небольшая гравировочка. Она, мне кажется, является хорошим дополнением и украшением. Рюкзак имеет даже ручку и ремешки, которые регулируются. Осталась я очень довольна этой покупкой. Мне кажется, рюкзак замечательный. Он стоил на сайте 5 долларов 9 центов. Вполне-вполне хорошая цена. Следующее, что я заказала, я же последний раз, когда показывала свой ролик с заказом с этого сайта CN Direct, увидела, что мои щечки уже лежат на плечиках и решила в тот момент, что пора ко мне худеть. Тем более вес достиг такой критической уже отметки, пугающей меня. И вот с тех пор уже в течение трех недель я сижу на диете, активно худею. Ну и себе я в помощь заказала вот такое вот средство. Это пояс. Сейчас я отшуршу в сторонке. Это пояс. Пояс для похудения. Выглядит он вот так. Когда-то очень давно он у меня был. Но он у меня был пожестче. Мне этот понравился больше. Он хорошо тянется. С этой стороны прорезиненная. Ну, сторона прорезиненная, а эта такая матерчатая. Я не знаю, какой он объем охватит. Меня он обхватывает хорошо. И что мне нравится, он тянется так, что по бедрам и по талии он в самый раз становится. То есть обтягивает хорошо тело. Нет торчащих углов. Очень эластичный, гибкий, мягкий. В общем, пояс мне очень понравился. Он немножечко пахнет резиной. Но это нормально, потому что тут действительно прорезиненная сторона. Буду я им пользоваться. Вот я не знаю, в сантиметрах есть ли какие-нибудь данные. Но тут-то, понятно, нету. Но на мои бедра он одевается хорошо и местечко еще остается, натягивается. Я не знаю, до какого он размера. Но вот мне подошел. Довольно осталась я этим поясом. Девочки, повторю, все ссылки будут внизу под роликом, если я это еще не сказала. Заходите, смотрите. Пояс стоил 1,92$. Это, мне кажется, очень-очень недорого. Следующее, что я взяла себе, это, давно я хотела, вот такой маникюрный наборчик. Мне понравился очень чехольчик. Вот такой симпатичный. Все, ну вот, если по руке, можно носить с собой. Он меньше ладошки. Все очень компактно. Кнопочка очень крепкая. Надо ее нажать, чтобы открыть. И вот так вот. Ой, выпадают уже ножнички. Вот так вот он смотрится внутри. Все миниатюрное, все удобное, все красивое. Нержавеющая сталь. Надеюсь, он будет хорошо работать в действии. Тут 7 предметов. Мне кажется, очень мило и хорошо. Помимо щипчиков ножничков, есть щипчики разного вида. И даже щипчики для бровей, для кутикулы. В общем, все удовольствия девичьи. Понравился мне этот наборчик. Он очень плотно закрывается. Цена такого наборчика был всего доллар 49 центов. Мне кажется, очень-очень даже симпатичный. Понравился. Осталось тоже довольно. Следующее, что я взяла, это были вот такие кисти. Вообще, они идут кисти для акрила. Ну, для тех, кто занимается маникюром, для ногтей. Я их взяла себе тоже для акрила, но для красок. Я, знаете, шью игрушки, рисую на игрушках. Ну, куклам личики, кошкам мордочки. И у меня все время проблема с кистями. Причем проблема большая. Кисти у меня вечно не хватает. Рисую непонятно какими. Я решила сделать себе вот такой подарок. Ну, как я решила. Подарок-то сделала не я, потому что это все прислано на обзор. То, что я выбрала. Поэтому, получается, этот подарок мне сделал сайт CN Direct. Для меня это просто находка. Вот такие красивенные кисти. У них такой красивый дизайн. Если вы будете брать для ногтей, действительно, то они удобные, потому что у них скошенные кончики. И они очень удобны, чтобы двигать кутикулу. Замечательные кисти. Так, тут в наборе были размеры. Восьмерка номер, двойка, десятка, шестерка и четверка. Давайте я покажу двойку. Вот так они смотрятся. По-моему, очень-очень даже симпатичные кисточки. Вот такой скошенный краешек. Ну, и смотрятся они действительно очень-очень симпатично. Я их получила, все играла с ними сначала. В общем, вот такие вот красивые, интересные кисточки. Буду с удовольствием рисовать теперь. И получать от работы удовольствие. Дальше. Ну и плюс, удобно, что они идут в чехле. Буду хранить тоже в чехле. Кисти. Сколько стоили кисти? Доллар шестьдесят девять центов. По-моему, очень даже хорошая цена. Единственное, там еще будет пересылка. Я в конце ролика скажу, сколько была цена пересылки. Следующее, что я взяла, это было колечко. Я сейчас покажу. У меня много позолоченных колечек. Я решила взять в этот раз под серебро. Вот так выглядит колечко. Сейчас я его одену. Оно мне в самый раз. Я брала размер восьмерку. Я взяла с темно-синим камушком. Потому что у меня много сейчас синего. Вы видели, наверное, я не так давно. Также с этого сайта на обзор брала сумки темно-синие. Палантин синий. И решила в этот раз взять еще и колечко синее. Чтобы у меня было уже наборчиком. Если я иду с сумочкой, то буду вот так. Ходить. Нравится. Понравилось мне это колечко. Восьмой размер мне подошел. Очень хорошо вот на этот средний пальчик. Вот так оно смотрится. Тоже мило так, по-девичьи. Колечко стоило под серебро доллар семьдесят два цента. Так, ну и последнее. Я взяла себе, даже не себе, а моей сестренке. Которая является маникюриской. Я, наверное, не так покажу. А вот я взяла лист белого бумаги. Вот так покажу. Прямо на белой бумаге. Вот такие красивенные наклейки. Наклейки для ногтей. Они под золото. Я их подарю сестренке. Чтобы она мне и другим, и себе делала маникюр. Вот я, наверное, в следующий раз постараюсь что-то сделать вот с этим дизайном. Мне кажется, будет очень красиво, если на белых ноготочках будет вот такой красивый золотой дизайн. В общем, хочу себе такое попробовать. Мне кажется, тоже очень-очень красиво. Под серебро постоянно делаю, а вот под золото не делала еще ни разу. Поэтому попробую. Наклейки стоили доллар восемьдесят девять центов. На этом все. Весь мой заказ, который был прислан мне на обзор, я уложилась в тридцать два доллара. Мне предоставили на обзор тридцать долларов, но я чуть-чуть превысила лимит, потому что не учла упаковку. Все вместе у меня получился заказ на тринадцать восемьдесят. Тринадцать долларов восемьдесят центов. Пересылка была восемнадцать долларов. И все вместе тридцать один восемьдесят два получилось. Я специально говорю все цены. Я не знаю, раздражает это или нет. Но я думаю, что если прислана на обзор, и я делаю действительно обзор товаров, то цены, они очень-очень кстати. Но в целом переходите по ссылкам. Там много всего разного, потому что я показываю рюкзак в одном цвете, их там пять или шесть. И все, что другого касается, то же самое. Колечки тоже были в разных расцветках, разного размера. Это я взяла такой. Мне кажется, очень выгодный сайт, потому что, грубо говоря, на две тысячи рублей я купила много всего. Спасибо огромное сайту, что он со мной сотрудничает, что доверяет делать обзор их товаров. Мне очень приятно. И надеюсь, я была хоть кому-то полезна. Всем спасибо за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok